Ну, прежде всего, я хочу поздравить всех телезрителей с наступившим Новым Годом. Пожелать хочу, ну, с учётом, что это канал всё-таки христианский, хочу пожелать таких глубоких человеческих ценностей — это как доброта, смирение и любовь. Потому что, как писал преподобный Гавриил Самтаврийский, что доброта откроет врата рая, смирение проведёт в рай, а сохранившую любовь узрит Бога. Что касается денег, да, без денег мы не можем жить, деньги — это кровь экономики. Вы сказали, кто больше думает за деньги, тот, у кого их нет или у кого их очень много. Знаете, фундаментальный вопрос, чтобы денег хватало. Потому что я видел очень много людей, которые в списке Forbes, которые миллиардеры, но им постоянно что-то не хватает, у них постоянно какая-то гонка, непонятно зачем и ради чего. И с другой стороны, вот вы говорите, как старый еврей сказал, у меня один знакомый, есть глубокий бизнесмен, он говорит, что моя секретарь получает в 10 тысяч раз меньше, чем я. Но это не значит, что я в 10 тысяч раз счастливее. Что касается прошлого года, знаете, многие удивляются феномену Украины. Вроде бы такие колоссальные подорожания энергоносителей произошло. Наблюдался спад производства промышленного, выезд наших людей по трудовой миграции в Европу. 600 тысяч, по-моему. Я сейчас скажу по этому поводу. И вот все такое негативное, что должна была бы экономика лечь украинская. И это уже не первый год, что должна была бы лечь. Возникает вопрос, я постараюсь объяснить, что является подушкой безопасности украинской экономики, благодаря чему мы выстаиваем и даже есть определенные прогрессы в некоторых направлениях. Так вот, благодаря чему? У нас официально 3 миллиона 200 тысяч трудовых мигрантов. Что значит официально? Это те, которые имеют документы, вид на жительство и те, которые имеют трудовые контракты, которые видят госорганы Украины. А неофициально у нас 9 миллионов трудовых мигрантов. 9. И я вам скажу, что по количеству трудовых мигрантов мы сравнялись с такой страной, как Пакистан. Только Пакистан — это 200 миллионов населения, а мы — 40 миллионов населения. Вот насколько ситуация опасная и кричащая. Но давайте порассуждаем о другом. Когда Нацбанк говорит, что трудовые мигранты переводят страну в год 12 миллиардов долларов, то это основывается исключительно на статистике, которая подтверждается данными и движением по корсчетам. А мы с вами давайте порассуждаем. 9 миллионов трудовых мигрантов. Ну вот средняя зарплата, ради которой люди туда едут. Ну минимум же 1000 евро, правильно? Ну никто ж не пойдет за 300-400 евро, потому что там еще надо жить, там надо питаться. И такую работу можно найти и тут. То есть 1000 евро. Вот 1000 евро, пусть по году, это 1012. Ну это минимум. Сколько человек привозит в Украину, если он там зарабатывает 12 тысяч? Пусть он половину тратит. Половину он привозит своей семье. Теперь дальше. У нас вот 5 лет назад был банкопат. Упало 104 банка. Люди доверяют банковской системе? Вот этот трудовой мигрант, эту свою кровью потом заработанную тысячу, готов разместить на расчетном счете в европейском банке, чтобы потом перевести в украинский банк? Некоторые готовы, а многие боятся. И я их понимаю абсолютно. И вы, не я не дадим сегодня гарантию нашим украинцам, что какой-то очередной банк не лопнет в Украине. Ну тенденция такая. Поэтому люди привозят кэшем. Очень много. Передают через кто едет, либо привозят самостоятельно. Ну так давайте умножим 9 миллионов людей на 5000 евро. Или долларов, ну что они только в еврозоне работают. У нас сколько получается цифра? Больше 40 миллиардов. Так вот реальная цифра, кто понимает не только теоретическую экономику, а и практическую через призму семьи, Украина получает от своих трудовых мигрантов от 30 до 50 миллиардов долларов. А бюджет? В год. Бюджет Украины составляет 150. Ну нет, это ВВП я говорю. ВВП Украины составило, в прошлом году было 155, в этом году 196, а бюджет 1,4 триллиона гривен, это приблизительно 50 миллиардов долларов. Так вот еще один бюджет передают трудовые мигранты. Так вот, что это дает? Прежде всего это дает то, что у нас поступление трудовых мигрантов имеет самую большую долю валового внутреннего продукта страны. Больше, чем сельское хозяйство, больше, чем металлургия, и больше, чем все остальные сферы производства и промышленности. И вот это показывает к тому, что у нас, например, все плохо в экономике, но спрос, потребительский спрос в прошедшем году, в 2021, вырос по сравнению с годом предыдущим, 2020, вырос с 8 миллиардов долларов до 11. То есть порядка на 30% вырос спрос. Больше всех новых автомобилей купили в этом году. Да. То есть вот спрос растет. Объяснить документально новостройки, большое потребление нового жилья. Мы же видим, сегодня у нас строительство не остановилось, а наоборот развивается. Выросли цены на земельные участки, на квартиры, потому что, опять-таки, люди не доверяют банкам, и тот же трудовой мигрант или фермер в колхозе в каком-то на селе или любой другой, кто зарабатывает, он понимает, что для него защита — это первое, купить квартиру детям, это первое, чтобы был угол, а второе, если есть дальше свободные деньги, вкладывать их в такие же квартиры или коммерческую недвижимость, чтобы сдавать их в аренду, и вот это будет твоя пенсия. Потому что, к сожалению, не приходится рассчитывать на помощь государству. Это ответ на то, что сохраняет нашу экономику, и оно и будет сохранять дальше. Оно будет сохранять и в этом году, и в следующем году, потому что в силу мировой инфляции, я скажу, что за последние полтора года, которые прошли под таким девизом пандемия, карантин, все страны спасались от этой пандемии, чтобы оживить экономику, они печатали деньги. Печатали и раздавали. Все знают историю, что Соединенные Штаты раздавали по тысяче евро каждому жителю. По тысяче долларов, по две тысячи потом, вначале по тысяче, потом по две, потом возмещали всем фирмам, которые из-за карантина простой, похожую политику ввела Европа. И только за время карантина жители богатых европейских стран и американцы накопили 2,7 триллиона долларов. Накопили дополнительно. Но это сработало по-другому. Это сработало на инфляцию доллара. На небывалую инфляцию доллара за историю доллара, в принципе. Потому что за два последних года доллар проинфляцировался на 20%. То есть, то, что два года назад вы могли купить в Европе, в Америке за 100 долларов, вы сегодня купите за 120. Чтобы люди понимали. И поэтому выросли зарплаты. Поэтому наши трудовые мигранты из Европы, из других стран будут привозить еще большую сумму денег, потому что тот, кто зарабатывал тысячу, будет зарабатывать 1200. Более того, сейчас очень большая проблема в логистике стала, потому что из-за вот этих карантинных перебоев и закрытия некоторых стран увеличилось количество автоперевозок. То, что предполагает наличие водителей. Вот сегодня в таком государстве, как Италия, есть потребность на 10 тысяч водителей-дальнобойщиков. Где они их будут брать? С Украины. Как правило, с Украины. Я только десятка-два знаю, кто работает. Да, объясню почему. Зарплата итальянского дальнобойщика, гражданина Италии, 3 тысячи евро. Чтобы дать ему 3 тысячи евро, работодатель платит налогов 3 тысячи евро. А сам этот дальнобойщик с этих 3 тысяч, которые получат, уплатит подоходный налог, и ему на руки остается 2,5 тысячи. И вот он работодателю стоит 6, а получает на руки 2,5. А украинский дальнобойщик с видом на жительство в Словакии, или в Румынии, в Венгрии, получает на руки 2 тысячи евро. То есть экономия в 3 раза. Ну да. В 3 раза. А если это 10 тысяч дальнобойщиков, да по 4 тысячи экономия, так вот вам уже получается 40 миллионов только на экономии, только на фонде заработной платы. И, конечно, наши люди будут ехать, конечно, будут сдавать на права, получать категорию. Для итальянцев выгодно. Где они будут заканчивать автошколу? В Украине. Где они будут проходить практику? В Украине. Где они учились, лечились, росли? В Украине. А туда приедут уже готовые специалисты, а когда состарятся и заболеют, опять вернутся в Украину. Поэтому, конечно, кратковременно нам мигранты помогают жить. Но если не будет государственной политики, государственной стратегии для того, чтобы наши люди создавали рабочие места, создавали инвестиционную привлекательность, создавали добавленную стоимость в Украине, то такая страна становится депрессивной. Депрессивной. И страна превращается для своих граждан как в офис. Ведь если еще у нас уедет пару миллионов людей отсюда, то мы уже сравняемся с такими странами, как Литва, как Молдова, как Армения, где вне государств живет людей больше, чем внутри. Есть такая шутка. Мы раньше были космическое государство. А сейчас букву «С» надо забрать, и получается комическое государство. Очень похоже на то, что происходит. В этом большая проблема. И, к сожалению, у нас не видно, чтобы правительство делало и предлагало те или другие идеи для того, чтобы... Тем более нам не надо строить. Нам восстановить можно. У нас есть производственная, промышленная и, самое главное, научная база. До сих пор есть. Мы помним с вами, как слеснулись две суперстраны Америка и Китай возле Запорожья Сечи. То есть и Китай, и Америка трепетно относятся к нашим технологиям, которые не устарели за 30 лет. Насколько мы были передовое государство. Я скажу, чтобы понимали люди наш потенциал, вот в какой стране мы живем. 30 лет назад, во времена Союза еще, украинская УССР создавала 5% ВВП мира. Вау. 5% ВВП мира. Я вам скажу, ВВП мира сегодня это 83 триллиона долларов. 83. Из которых почти половину держит две страны. Почти половину ВВП. Это США и Китай. Так вот, 83 триллиона ВВП мира. 5% это 4 триллиона. 5% 4 триллиона. А у нас ВВП 100, ну в этом году 190 миллиардов, пусть 200. 4 и 200. То есть мы в 20 раз ниже сегодня работаем, ниже пока, чем могли бы. А с другой стороны, вот знаете какое государство? 4 триллиона ВВП. У Германии. Это третья экономика мира. А по полезным ископаемым, разведанным, у нас они в два раза выше, чем в Германии. По сельхозземлям у нас с нами не может сравниться никто в Европе. Франция рядом с нами по сельхозземлям, у них очень мало земли рискового земледелия, потому что климатические условия другие. А так все. Юрий Анатольевич, смотрите, ну вот, ладно, сегодня президент, допустим, еще там может не вошел полностью в курс дела. Ну вот был, допустим, Петр Алексеевич, да, он же ж вроде экономист, предприниматель. Почему не использовать тот потенциал нашей земли, потрясающей земли, да? Я вот елку сажу, беру, вставляю палку из клёна. Весной она зацвела. Ну это... Это уникает, это чудо. Чудо, да. Она раз зацвела, обычная обрезанная с двух сторон кленовая палка, да? Голландия кормит цветы, эти все резиновые абрикосы, сливы. Один голландец кормит 12 человек вне Голландии. Вот. Один к 12. Почему этот потенциал? Ющенко был президент, да? Янукович был, Кучма был, Пётр Алексеевич был, да? Почему не использовать этот потенциал нашей страны для нашего же процветания? Сказать, что у нас люди ленивые, я бы не сказал. У нас люди все любят земли. Вот ко мне африканцы в гости приезжают, видят, как моя жена закрывает помидоры, там огурцы. Они вот так стоят, стоя стоят и смотрят с почтением. А как это вы так делаете? У нас люди всё могут делать, да? Даже на бытовом уровне, ну, вот такие вещи происходят. Почему никто не использует? Или этого не видят? Или этого не хотят? Или нам запрещают это видеть? Знаете, да. У нас люди уникальные, потому что у нас женщины успевают навести красоту, убрать квартиру и приготовить новогодний стол ещё при этом. И ещё при этом быть красивой, любимой и желанной. И одеть шпиль, сантиметровой и ходить на шпильках ещё. А за границей всё это делается в салонах, а квартиры на сегодняшний день продаются вместо кухни кофемашина, потому что люди завтракают уже в каких-то кафе, заведениях. И я вам скажу, что вот эти все лишения, которые Украина через себя пропускала, они, и вот всё время, что выживал сильнейший, конечно, наш народ, он посильнее другого, пострессоустойчивее, по, где-то более, даже не побоюсь обидеть другие народы, поинтеллектуальнее, по результативнее, при одинаковых исходных данных. Ну, сложно сравнивать исходные данные, если вы родились в семье английского графа, да, а я в селе где-то. Ну, и понятно, что я до Оксфорда даже не дойду. А вот если одинаковые исходные данные, то украинцы идут вперёд очень серьёзно. По поводу нашего сельского хозяйства, я вам приведу пример. Вот все помнят Великую Отечественную войну. Вот в 41-м году встретили Великую Отечественную войну, в Украине было больше 20 миллионов голов крупного рогатого скота. Война прошла в одну сторону. Грабили немцы, кто-то эвакуировал скот, кто-то убивал, чтобы немцам не досталось, да, в одну сторону прошла, оккупированная Украина. Потом прошла в другую сторону. И проходила она как? Всё для фронта, всё для победы. Правильно? Так вот, после вот такой войны в Украине осталось 2,5 миллиона голов с крупного рогатого скота. А сейчас? Потом, к 91-му году, восстановили. И опять в Украине было 22 миллиона голов крупного рогатого скота. Сейчас полтора. Меньше, чем, в два раза меньше, чем после войны. Вот наша сельская хозяйство. Объясните. И поэтому, когда мы говорим... Юрий Анатольевич, я извиняюсь. Смотрите, как? Ну вот я, там, поставилась какая-то ферма, да, я думаю, ну возьму свиней, там, бычков, там, и всё. Когда я посчитал, сколько надо вложить, и за сколько я могу продать, то получилось, что мне надо вложить в два раза больше... Да, и проще пойти в магазин. Чтобы выкормить свинью в два раза больше, чем я её продам. Вопрос, как это можно делать? Я вам ещё такую маленькую статистику, чтобы мы понимали, насколько мы разные, вот, уже по технологичности с другими странами. В Дании, мы за Голландию говорили, а вот в Дании, на одного жителя Дании семь свиней. Дания, маленькое, гордое государство, с плохим климатом, холодным. Это северное... Я был в Копенгагене, это северное море, дует, голову сносит. Они крупнейшие экспортеры свинины в мире. Помимо того, что они... Всё зерно, вот всё зерно, и им своего не хватает, они покупатели, в том числе украинского зерна, они превращают с одной стороны в свинину, а с другой стороны в пиво. Вот вам здоровая, нормальная экономика. Или Великобритания. Всё молоко производимое в Северной Ирландии, да, и весь ячмень, который производится, продаётся через Айриш Ликёр. Айриш Ликёр, это второй после Бейлиса по популярности ликёр в мире. И вот они молоко, литр, превращают в дорогостоящую бутылку ликёра с соответствующими заводами, производствами и доходами на каждом этапе. Поэтому, когда говорят, Украина житница, это уже в памяти. Мы импортируем сало из Беларуси и России, мы импортируем чеснок из России, Кипра, Египта, Израиля, мы импортируем клубнику из Израиля, ну, из пустыни, понимаете? А то, что мы житница, да, мы продаём исключительно необработанное сырьё, что является зерно первого, второго, третьего сортов и фуражное. Продаём подсолнечное масло, то есть это первая ступень переработки. Ну, это экономика, которая соответствовала колониям нового света времён колониальных империй, когда у Испании владела Латинской Америкой, Португалия владела Бразилией, и вот оттуда они везли зерно, каучук, лес, да, вот очень похоже, но только это же было у людей 600-500 лет назад, а на сегодняшний день развиваются. Поэтому вы заговорили за президентов, я считаю, что роль личности в истории дорогое стоит. Вот развал Союза, помним, развал стран Варшавского договора, полякам везёт на Леха Валенсу, необразованный докерный работник, портовый грузчик или слесарь, кто он там был, токар, да, ни образования, ни знаний, ни опыта, ничего, но он любил свою страну, он хотел великую Польшу, он хотел войти в историю, скажите, Лех Валенса миллиардер, или его дети миллиардеры. Вернулся на завод после президентского срока. Вот о чем речь, понимаете. Вернулся работать на тот же завод. Вацлав Гавел, Вацлав Гавел, тоже, пожалуйста, Чех, что стало, и появилось клан Гавела, какой-то, финансо-олигархический, тоже нет, Чехия развивается. Знаете, я вот был последний раз в Берлине, взял экскурсию интересную, наш мальчик, который учится со Львова, учится в Берлине на искусствоведа и проводил нам экскурсию с женой. И там самые такие музеи, есть такой музейный остров. И вот мы идем, и он говорит, а сейчас я вам покажу известную достопримечательность. И в коридоре он показывает, говорит, вот посмотрите, через канал дом, видите? Да, дом такой стоит, пяти- или четырехэтажный дом. Видите, второй этаж. Да, ну, цветочки перед окнами, да. А внизу полицейский стоит, один. Да. Это квартира Ангела Меркель. Понимаете? Это вопрос ментальности. Так муж Ангела Меркель у нас, у вторых половинок, у всех кортежей и службы охраны. Муж Ангела Меркель выходит из квартиры, идет пешком до автобусной остановки, на автобусной остановке садится и едет в свой научно-исследовательский институт химии на работу. И так 30 лет. И у него не получилось банк открыть. Знаете, как у нас приходят чиновники, и вдруг родственники становятся мега-богатыми, да? У него не получилось стать сельхозбароном. Он не вошел в наблюдательный совет никаких холдингов случайно, да? Вот вам картина. Поэтому тут вопрос приоритета. Поэтому, когда вы говорили Кравчук, Ющенко, Кучма, это все сборище негодяев. Это сборище негодяев, которые бог нам посылает это как испытание, ну, хочется, чтобы оно было временно. Может быть, Украина просто настолько благодатная земля, что для того, чтобы тут жить и кайфовать, нужно, наверное, как евреи 40 лет походить кругами по своей земле. 10 осталось. Ну, слушайте, это дай бог, если 10, тогда наши дети будут счастливы. Тут они будут счастливы те, которые уедут туда. Потому что, знаете, вот Южная Корея после Второй мировой войны, после Корейской войны, да, разруха, агрессивный Китай на тот момент рядом с армией, вынуждены огромные деньги тратить на военные расходы. Сверху Северная Корея, все так сложно, все, да. На сегодняшний день страна номер один по технологичности. И на душу населения и сообразно валому внутреннему продукту, они номер один инвестор в мире. Слушайте, ну, каждая семья, в Украине ощущает на себе влияние Южной Кореи. Потому что обязательно найдешь или чайник какой-то, или гаджет какой-то, телевизор. Мы ездим и счастливы от этих Hyundai поездов, они принесли в Украину цивилизацию, эти Hyundai. Мы все знаем, что такое Samsung, мы знаем, что такое Deo, все знают. Так, а в чем причина? Как они построили такое государство? Вот для меня причина понятна. три президента, три президента Южной Кореи за вот эти короткие промежутки времени, фактически за одно поколение, то есть, все в одном поколении. 50 лет. Три президента были осуждены и понесли тюремное наказание. Помиловали последнее. Последнее помилование, семь лет отсидело. Семь лет отсидело, дали 20 лет, президент помиловал. Когда были протесты по поводу того, чтобы ее освободить и все. Но это же действительно жестко. Так вот, если бы задали, вот сегодняшний президент Южной Кореи понимает, что он не небожитель. Понимает, что проверят все. Так, как проверят здесь Саркози, как он там избирательную кампанию финансировал. Проверят все. дадут оценку. И если есть состав преступления, будет осужден. И если санкция статьи будет предполагать, сядет в тюрьму. У нас же, знаете, вот можно делать что угодно. Все все понимают. Поэтому, пока Кравчук не понесет ответственность за то, что у нас был самый большой флот в мире. Черноморский флот. В мире номер один. Порезали все. Нету его. Не то, его разворовали. До сих пор многие корабли ходят только под флагами других стран. Разворовали. То, что он отдал ядерный боезапас, за который мы могли бы иметь план Маршалла. Вот как план Маршалла был для Западной Европы. Мы могли бы его иметь тут. Стоимость ядерного боеприпаса на тот момент составляла 170 миллиардов долларов. Посмотрите, что Северная Корея делает с атомной бомбой своей. все ей помогают. Несмотря на том, что там диктатура, что там все... Я не говорю, что надо шантажировать мир. Но когда мы отказываемся от безъядерного статуса, который стоит денег, который построили наши с вами родители, то мы хотели бы компенсацию... жертвами очень страшными своими построили. Мы хотели бы иметь компенсацию. А мы разбазарили это все за 30 лет. Реально... Да. Поэтому, когда Кучма, мы говорим о Кучме, вот народ, типа многие говорят, лучше всего народ жил при Кучме, экономика росла. Экономика не росла. Экономика восстанавливалась. Потому что при Кравчуке экономика упала в 10 раз, превратил он страну в барахолку, помните. Вся активность это были рынки. Авторынок и вещевой рынок. И продуктовый рынок. В Польшу возили, продавали все, что можно было. Посуду, напильники, все. Напильники, вилки, ложки, шахматы. Меняли, как сейчас помню, везли наборы ключей, чтобы сюда привезти эту вонючку, это юпи-юпи, что бросаешь. Или джинсы Мальвина. Да. Вот, что страшно. А кто это виноват? Это Кравчук виноват. Кучма. Кто создал олигархов? Кто провел приватизацию таким образом, что народ нищий, а олигархи процветают? За бутылки водки скупали, ставили перед металлургическим комбинатом и за бутылку водки обменивали сертификаты. Это кто-то думал о людях? Кто-то думал о создании среднего класса? Мы не получили средний класс, мы получили олигархи. У олигархов есть телеканалы, у них есть свои депутаты, свои фракции, у них есть свои деньги провести избирательную кампанию, потому что завтра вы скажете со своими светлыми идеалами любви и человека гуманности идти в парламент, а что дальше? А стоит избирательная кампания для политической партии 50 миллионов долларов. Кто ее даст? А на телеканалы вас, если у вас чуждые взгляды, и вы, например, скажете, мы против олигархов, вас просто туда не пустят, на телеканалы, потому что они все им и принадлежат. Поэтому вот запущен такой маховик. То, что Ющенко привел к разрыву фактически экономических отношений с Россией, невыгодных для Украины, и впервые газ стал стремительно дорожать, вот в три раза подорожал газ, тогда тоже при Ющенко. Просто тогда это все равно не так чувствовалось, как сейчас. Но он же тоже не понес никакой ответственности. А где это его лекарня Майбутни, которую вела его жена? Ну, хотелось бы, туда же деньги перечислялись, фонд был. Ну, нету даже на бумаге. Даже нету начала строительства, проекта даже нет. Знаете? То есть, это, знаете, как стена Яценюка. И вот пока вот это будет продолжаться картина, то неважно, сколько мы зарабатываем, неважно, сколько сюда передают трудовые мигранты, неважно, сколько километров дорог мы построим и что остальное. Если нету патриотизма и профессионализма, то оно не сработает. Потому что вот Ататюрк, как он выстраивал великую Турцию? Сегодня Турция 15-я экономика мира. Я когда слушаю, что мы у турков покупаем байрактары, мы, космическое государство, мы со своими технологиями, а у них буквально недавно, ну, сельхозстрана была. И сегодня мы у них покупаем летательный аппарат. У нас оборонпром, Укроборонпром у нас, когда он еще был? У них ничего подобного никогда не было. То Ататюр, когда строил, он основная задача, чтобы деньги не выходили из страны. У нас по некоторым подсчетам со страны вышло 300 миллиардов долларов. 300 миллиардов за годы независимых. Вот представьте, мы унижаемся, просим какой-то транш за полтора миллиарда долларов, а тут 300 ушло. Потому что по официальной статистике ушло 150. Многие считают, что теневая экономика такая же, как официальная. Но вот 300. Вот представьте на минуточку, чтобы эти деньги вернулись в страну и заработали. Но они не вернутся карательным способом. Потому что деньги, это как вода, она течет туда, куда путь дается. А не начинайте воду загонять. Ну, поздно рано прорвет, или дамбу, или еще что-то. И все, что касается рынка, рыночных отношений, оно искусственными методами не строит. Надо создавать условия. Надо создавать технические парки, надо делать льготное налогообложение, надо делать преференции для импортозамещения. Вот хотят корейцы построить у нас завод по мобильным телефонам. Мы же не производим мобильные телефоны, не производим. Это же не будет никакой конкуренции. Пусть строят. Дайте им налог на прибыль ноль, дайте им ввоз, ввозную пошлину под оборудование ноль, дайте им для их специалистов, инженеров, чтобы они приехали подоходный налог 10%, и тогда мы получим производство. Тогда мы будем на 20% дешевле для своих граждан, ввозная пошлина, иметь мобильные телефоны. Тогда у нас появится тысяча квалифицированных рабочих мест, и как результат, куда нашим детям после технических вузов идти. У нас же люди не хотят идти в технические вузы. У нас вот эта наука, вот эта высокая технология, скоро не будет специалистов. Сейчас уже нужно искать какого-то дедушку, который когда-то что-то строил, какой-то завод, и он знает, как там какой рубильник переставить, за какой ремень дернуть, какую шестеренку поменять. А дальше у нас из технических образований дети идут только на IT-технологии. Юрий Анатольевич, смотрите, осталось немного времени у нас. Мне бы хотелось как-то в эту всю картину добавить позитива. Позитива. Из вашего слова я понял, что первое это человек, который должен оказаться у власти, это должен быть человек патриот. Действительно, в Южной Корее был такой президент, который ходил в сапогах и в военной форме. У него не было ни семьи, ни дома, ни машины. Пак Чонхи. Да. Он жил аскетичной такой жизнью, и все его боялись, потому что понимали, что рядом с ним надо быть таким же. Патриотизм. Но я думаю, какой-то же должен быть и профессионализм. Ну, все вместе. Но тут, знаете, по большому счету президент не может быть профессионалом во всех направлениях. От медицины до новых технологий. Президент должен быть профессионален в одном сфере, в кадровой работе. В кадровой. Он должен подбирать кадры. То есть президент это человек, который умеет подобрать людей. Андрей, вы когда занимаетесь своей семьей, вы думаете, кто будет лечить ваших родственников. Вы ищете врача. Хорошего. Да, хорошего. Вы ищете хорошую школу, хорошего учителя для своих детей. Когда вам нужно поклеить обои или там поменять окна, вы ищете фирму, у которой есть опыт, есть рекомендации, где вы можете посмотреть их работу. Вот страна это та же самая семья. И на самом деле кто может управиться со своей семьей, то он может управиться и с государством. Просто у нас все президенты, что приходили, они всегда хотели стать самыми богатыми. Вот самыми богатыми в стране. фактически процитировали Библию, как там написано. Тот, кто не может управлять своим собственным домом, сможет ли руководить церковью Божьей? Ну, это про пастыри говорится. Ну, в принципе, церковь это как объединение людей. Руководить церковью это руководить объединениями людей, решая все их потребности и занимаясь их воспитанием, образованием, лечением, трудоустройством и создавать... Что нам надо делать? Нам надо молиться, чтобы этот президент что-то понял, да? Или молиться, чтобы следующий, когда придет, чтобы был другим человеком. Но я понимаю, что молитва это часть работы, надо еще как-то просвещать умы людей, то, чем вы, в общем-то, на телеканалах часто занимаетесь. Вы знаете, по этому поводу мне очень понравилось последний раз, когда был в Вашингтоне выступал перед нами капеллан Конгресса, который сказал, для того, чтобы побеждало зло, нужно просто, чтобы хорошие люди ничего не делали. Поэтому хорошие люди должны, то, что вы говорите, стучаться к людям, оставлять людей быть неравнодушными, люди должны и молиться, и каждый на своем месте делать добрые, хорошие дела и созидать. Ну, поздно, рано, я верю, был же Ярослав Мудрый на Киевской Руси, и было время, когда было за честь любому королевскому дому породниться, и на сегодня кровь во всех оставшихся, в том числе в английском, в испанском королевских домах, королевы Нидерландов, там есть кровь наша с вами, которая еще идет от киевского князя Ярослава Мудрого. Поэтому, исходя из того, вы же хотите позитив, исходя из того, что история имеет законы цикличности, мы, чем больше мы прошли плохого, тем быстрее мы придем к хорошему этапу жизни Украины, который Украина показывала и демонстрировала всему миру в разные исторические этапы и в разные исторические периоды. Ну, а вот в сегодняшний день новое правительство, новый президент, новая Верховная Рада, уже, наверное, не новая, два с половиной года, хоть какие-то тенденции хорошие прослеживаются к развитию нашей экономики, землю продали. Президент делает одну ошибку, вот, что он окружает себя теми людьми, с которыми он привык работать ранее. Привык работать ранее чуть-чуть в другой сфере. Если бы он этими людьми наполнял государственное телевидение или там даже министерство культуры, понимая, какие фильмы востребованы, как на этих фильмах стучать молодежи, то это было бы понятно. Но все-таки медицина должен заниматься врач с организаторскими способностями и который показал результат. Аналогично по образованию там нормально поставили ректора Черниговского университета, то есть там человек образованный. Я скажу, что вот эти тенденции, чтобы назначать грамотных людей, они уже начались. Пусть с опозданием, но начались. Ну, например, Юлия Сфериденко, которая возглавила экономику, это сильно образованный человек. Ростислав Шурма, который в офисе президента отвечает за экономику, он долгое время возглавлял Запорож Сталь, комбинат, это фактически комбинат город. То есть тенденция в этом плане позитивно идет. Не так, как хотелось бы, я вам скажу, что окружение, которое сформировано вокруг президента, они уже боятся сильных людей, чтобы они подходили. Поэтому, но я против, когда некоторые критикуют, именно критикуют оскорбительно президента. Я считаю, что институт президентства у нас на сегодняшний день определяет политику государства, и унижая этот институт, мы унижаем страну. Поэтому я засторонник конструктивной критики, я говорю, люблю говорить объективный взгляд на вещи, и не просто говорить, как вот просто критиковать, а говорю, что нужно делать, чтобы менять ту или другую ситуацию. Насколько кто хочет слушать, кто не хочет, это уже, скажем так, их выбор. Народ даст оценку, как уже дал там оценку тому же Яценюку, где его рейтинг, где его ситуация, когда он на романтизме пришел, а потом оказалось, что все схемы оставились. Вся коррупция, которая была, процветает другими красками только. Народ дал оценку. Народ дал оценку радикальным националистам. Знаете, чем отличается национализм от патриотизма? Патриотизм это любовь к всему своему, а национализм это ненависть ко всему чужому. Вот поэтому националистов народ не воспринял украинский. Ни одна их политическая сила не прошла ни в местных выборах, ни в парламент, нигде. Поэтому народ же тоже вышел с Советского Союза, окунулся в этот капиталистический строй, хлебнул лишку, хлебнул горе, имеется в виду, это имею в виду, да, и создавал, допускал много ошибок. Когда мы говорим о английских, французских демократиях, так это же прошли столетия, и они тоже проходили разные потрясения. И были революции, и были кровавые страницы, и были такие моменты, когда фактически империя номер один была Франция, привела диктатора, хоть его многие любят во Франции Наполеона, как у нас многие любят Сталина. Но закат Франции начался после того, после наполеоновских войн, потому что замахнулись на весь мир, и в итоге от всего мира получили. Поэтому страны все проходили историю, и надеются на то, что Украина вот так должна быстро пройти, ведь мы же очень сильны, мы угроза. Ведь если у нас начнется развиваться сельское хозяйство, ляжет сельское хозяйство Польши, если мы начнется развиваться наш автопром, который мы делали миллион машин в год до 30-х годов, 30 лет назад, а сейчас делаем несколько сотен, а Словакия соседняя делает более миллиона машин в год. Понятно, что если у нас начнет он развиваться, Словакия не выдержит конкуренции, с одной стороны у них европейские автогиганты, с другой стороны будем мы с захватом всего рынка СНГ и доходом до Китая, и все, Словакии закроют. Поэтому все страны, которые называют себя нашими партнерами, на самом деле заинтересованы, чтобы Украина оставалась такой, как есть, чтобы люди работали не тут, а у них, и создавали там блага, чтобы мы были рынком сбыта для товаров, которые производятся у них, чтобы мы были поставками для них сырья. И все, друзья, там Литва, большой друг Украины, И вежливости ради, все нас поддерживают, вежливости ради, улыбаются, ну, все культурные люди, все современные, интеллигентные, они говорят, мы с вами, мы вас поддерживаем, все будет хорошо. В отличие от Украины, от кадровой политики в Украине, в европейских странах кадровая политика проводится по-другому. И там, если министр, так это фигура. И вот представьте, когда сидят правительства Германии и думают в интересах Германии, как они красиво обводят вокруг пальца случайных людей в нашем правительстве. Похлопали по плечу, сделали красивые фотографии, высказали о необычном прорыве в дипломатических отношениях, потому что небывалая поддержка Украины достигнута в ходе последней встречи, на которых такие известные люди так горячо и от всего сердца высказали глубочайшую поддержку и невероятную обеспокоенность от агрессии на Востоке и рады за продвижение реформ в Украине. Вежливые люди. Вот так вот. все зависит от нас. Юрий Анатольевич, большое вам спасибо. И насколько я знаю, наша студия недалеко от вашего офиса, поэтому всегда будем рады. наш развивающийся телеканал очень рад будет всегда видеть такого гостя. Меня всегда удивляет, как вы запоминаете все эти цифры и как вы их применяете всегда так красиво все ярко. Но самое приятное, наверное, то, что перспектива хорошая есть. Перспектива и потенциал хороший. И потенциал у нас есть, и потенциал экономический, потенциал людей есть хороший. Поэтому будем верить, молиться, что наша Украина расцветет и будет все хорошо. Так и будет.